В телеграм-канале администрации Самары Вести с Дворянской рассказывают, какие пространства преобразятся в Красноглинском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году. Администрация Красноглинского района заключила контракт с подрядной организацией. Ожидается, что сезон благоустройства стартует с наступлением благоприятных погодных условий. В Красноглинском районе будут обновлены дворовые территории по следующим адресам. Поселок Управленческий, улица Кузнецова, 13, улица Копсевская, 7, улица Крайняя, 22. В перечень работ входит обновление асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов. Помимо этого, жители выбирают новые детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием. Зоны отдыха, урны, скамейки, новые зеленые насаждения и освещение. Департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале напоминает, что горожане могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам, территории победителей комплексно благоустроят с учетом мнения жителей в 2024 году. Предложения принимаются до 30 января по телефону, указанному на экране, а также по адресу Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда», либо на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование общественной территории. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки напоминают, что идет прием заявок на награждение почетными знаками городского округа Самары за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Знаком за заслуги в воспитании детей награждаются родители, либо законные представители, не имеющие судимости, проживающие в Самаре, воспитавшие или воспитывающие двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Знаком за самоотверженность награждаются жители, проявившие высокую сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются главе Самары и председателю городской думы до 1 марта. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.